Вотсап, Ютуб, с вами Мун, и в сегодняшнем видео я хотел бы с вами поделиться той информацией, которую вы точно не знали про грядущее обновление, поэтому давайте немедля приступать. Итак, сейчас на своих экранах вы видите характеристики нового персонажа 8 бит. Кто не знает, он будет даваться за 6000 кубков на нашей обычной трофейной дороге. Я уверен, у многих из вас есть 6000 кубков, поэтому многие из вас его получат. Итак, давайте посмотрим, что же у него вообще по характеристикам. У него 6000 хп, что является довольно-таки солидным запасом. 476 урона за именно одну его пульку, но если я не ошибаюсь, у него их примерно 4-5. В общем, урона у него будет не особо на самом-то деле много. А также его ульта. Он, как и пам, ставит такую турельку, я ее называю вообще хилочкой, и все союзники и все его тиммейты, стоящие в радиусе этой хилки, получают себе буст по урону на 30%. А его пассивка точно так же связана с его ультой, она увеличивает радиус этой хилочки, этой самой турелечки на 50%. Тем самым вы можете просто захватывать гораздо большую территорию, и это, пацаны, реально очень довольно годная пассивка. К сожалению, я не нашел информацию про вторую, но, пацаны, мне кажется, первая все равно довольно крутая. И сам по себе Бравлер обещает быть довольно интересным и довольно-таки прикольным. Но, на самом деле, не знаю, в каком режиме он приживется и приживется ли он вообще в самой игре. Теперь предлагаю немножко затронуть тему скинов. И сейчас вы на своих экранах видите Пайпер. И нет, это никакой вроде как не скин, ничего такого. Это просто небольшая ее ремоделька, то есть разработчики ее переделали, чтобы она смотрелась более качественной, более кайфовой. И реально, если посмотреть ее анимацию в игре, к сожалению, я не могу вставить ее в свой видеоролик, поэтому вы можете просто наблюдать такой скриншотик. В общем, у нее реально крутая анимация, она очень прикольно бегает, у нее развивается платье, развивается волос, трясется зонтик. Разработчики реально над ней постарались и реально смогли вдохнуть в нее жизнь. Следующий скин у нас, ребят, на Леона, и это Леон Акула, уверен, многие из вас его видели. Я в своем предыдущем видеоролике не вставил, конечно же, его скриншотик, просто по приколу вставил Леона плюс Акулу. Короче, кто посмотрел, тот меня поймет, а кто не смотрел, тот обязательно переходит сейчас по подсказке и смотрит этот видеоролик. Тоже довольно прикольный скин, кто не знал, он будет стоить, ребята, 80 гемов. В принципе, мне кажется, довольно адекватная цена за такой новый и довольно-таки прикольный красочный скин. И теперь на подходе у нас, ребятки, Тара. Она уже будет даваться за Старпоинт, и в принципе, скин не особо изменен. Опять же, он более в таких светлых, голубых, темно-синих, фиолетовых тонах, короче, что вы меня понимаете. И она, как я уже сказал, будет даваться за Старпоинт и всего лишь за 500 штучек. То есть, да, у нее довольно маленькая цена, но и сам скин, пацаны, как вы видите, особо ничем не изменен. И просто внесет небольшого разнообразия в игру. Поэтому, думаю, я куплю себе ее, почему бы и нет, просто чтобы немножко разбавить геймплей за Тару. Также, пацаны, будет еще скин на 8 бита, то есть он, как только выйдет, сразу же будет уже с новеньким скином. И я не смог найти скриншот нормального качества, поэтому, думаю, не буду его прикладывать. И, на мой взгляд, лучше уж ничего, чем скриншот, на котором все равно ничего не видно. В общем, это будет обычный 8 бит, а скин будет называться ретро 8 бит. Он будет стоить всего лишь, пацаны, 30 гемов. Это будет обычный такой белорозовый автомат, то есть он будет совсем немножко изменен по цвету. Не сказал бы, что скин супер-гипер крутой, но, в принципе, тоже можно будет его купить, просто чтобы, опять же, немножко разнообразить геймплей и отойти от этих синих-фиолетовых тонов обновления. Также, ребят, довольно немаловажной частью грядущего будущего обновления будут являться новые карты. И, если я не ошибаюсь, они будут практически во всех режимах по каждой новой карте. Я не буду скидывать вам скриншоты каждой карты, потому что, пацаны, их реально будет очень много. И вы просто задолбаетесь смотреть этот видос прямо до вечера. Поэтому просто я прикреплю сюда парочку скриншотиков, и вы можете посмотреть вообще новые карты. Также будут карты в ШД, опять же, в гемах, в сейфе, просто везде. Поэтому вы можете уже их немножко посмотреть, немножко подготовиться, чтобы знать, возможно, какими пиками играть и каких персов на них апать. Ну, а последним из самых, ребят, на мой взгляд, важным аспектом этого обновления является новая система старпоинтов. И, честно говоря, я даже не высчитывал, будет ли она более выгодной, чем старая. Но, судя по всему, да. Потому что, опять же, разработчики сказали, что им очень и очень много жалоб поступало на то, что они никак себе не могут нафармить старпоинтов даже на обычные скины какого-нибудь БК за 2500. А тем более уже на более дорогие скины, как 10 тысяч старпоинтов Бо или Кроу. Ну, или же вообще за 50, вообще о них не идет и речи. Поэтому давайте глянем на новую систему. То есть, как мы видим, теперь разработчики сделали определенные отметки. И также, кстати, здесь немножко поменялась и сама система кубков, а точнее сброса кубков. То есть, например, смотрите. Если ваш персонаж 599 кубков, то, по идее, вам должны были за него в конце сезона дать 49 кубков. Точнее, снять с него 49 кубков и на нем бы осталось примерно 550. Но, ребята, сейчас, после сброса сезона, у вас останется всего лишь 525 кубков на нем. То есть, вам снимут в районе 70 кубасиков. И также вы получите 70 старпоинтов. Какие же плюсы и минусы этой системы, опять же, естественно, на мой взгляд? Во-первых, кубки фармить станет тяжелее в том плане, что их будет гораздо-гораздо дальше сбрасывать. То есть, прям реально очень жестко, реально очень далеко. Если раньше с 800 кубков сбрасывало до 650... А, так и будет сбрасывать до 650. То есть, смотрите, это я только сейчас заметил, лишь в некоторых ситуациях это менее выгодно. В некоторых, наоборот, даже более выгодно. В каких-то это вполне остается точно так же, как и было. Короче, пацаны, новая система довольно-таки прикольная. И я надеюсь, что я смог вам в этом видосе рассказать что-то новое, что-то, чего вы не знали. Потому что эту информацию нужно было поискать. Также, пацаны, я ее, конечно же, никого не взламывал. Я ее нашел у одного из официальных ютуберов. И ссылку на его видос я обязательно оставлю в описании. И я не думаю, что это плагиат. Но так как он официальный, то у него можно, в принципе, взять эту информацию. Я просто вам ее перевел и немножко по-своему представил. Я полностью не переводил его видос, все, что в нем было. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вы меня поняли. И за плагиат никакой фигни мне в комментариях не будет. Потому что, опять же, я стараюсь чисто для вас, чтобы у вас была интересная, годная и актуальная информация. Если она оказалась полезной, пацан, то не поленись. Опустись в описании, поставь лайк и подпишись на мой канал. И обязательно поставь колокольчик, чтобы не пропускать следующие актуальные и интересные видосы. Всем спасибо большое за просмотр. Ребята, встретимся уже в следующем видео. Всем удачи. Всем пока.